Расскажите, пожалуйста, о Вашей жизни здесь, на Кавказе, до выселения. Расскажите о Ваших родителях, о том, что Вы помните в том периоде. Сама Рахмана Рахмана Рахмана. Сонок четвертого года мы проживали в селении Длинная долина, которая называлась по-ябужски. В Владикавказе. Жили мы отец, мать, четыре брата нас, было три сестры. Жили очень хорошо. Отец работал, в колхозе был бригадиром. Мать дома хозяйка была. Ну, а мы, старший брат, работал. Сестры тоже старшие. Занимались хозяйством дома. Огородами занимались. Было хозяйство. Занимались хозяйством. Сажали огороды, кукурузу сажали, картошку. И все мы работали. Я бы не было, я 39-го года, в октябре месяце родился. В 38-м году в октябре месяце родился. И был уже большой, все помню. Он на лошади верхом катался, скачки устраивал. И проживали, занимались своим домохозяйством. Прекрасно жили. Во всем были доставки. Скот был, хозяйство было, дом. Мы жили очень хорошо. Отец уезжал на работу. Неделями не бывал. В колхозе бригадировали. Ну, а мы занимались с матерью дома. По хозяйству. Ну, родственники были. Дяди, выродные братья. Ходили друг к другу. Жили. Очень хорошо жили. Ни в чем не нуждались. Ну, однажды зимой, в 44-м году, помню я, как зима была очень холодная. Морозная зима была. Утром, ну, мы-то спали. Ну, после шума мы проснулись, когда смотрим, полный дом людей, военные, солдаты, в форме, одетые, и гражданские с ними были. Гражданские были, а ситины местные, с ними вместе. начали шуметь, разговаривать, и мы, по-русски-то я не понимал тогда. Некоторые слова знал, больше не знал ничего. Ну, мать говорит, мы спрашиваем у матери, что за шум, почему, что такое, почему полный дом людей. Ну, мать нам объяснила, что нас выселяют. Не знаю, за что, но нас выселяют. Вот, военные говорят так. Ну, поменьше меня, которые были, брат, сестра, они плакать начали, орать начали, ну, и солдаты кричать начали. Гражданские, которые были, два человека было с ними граждан, они больше кричали на нас. Это были осетины, местные осетины были с ними. Вы их знали? Не знали, мы не знали. Они с Владикавказа были. Мы-то в селе жили, шесть километров от, города. Они с города были. Ну, потом, они говорят, что мужем взрослые, родители, отец, отец как раз был дома, в сельсовет явиться всем взрослым на собрание. Мать говорит, что вот отец уходит на собрание, будем собираться. Они говорят нам, это по словам матери, что собирайтесь, вещи собирайте свои, что можете, возьмите с собой. а взрослые мужчины на собрание все. Отца забрали на собрание, но мы тут матери помогать начали. У нас был на руках шестимесячный ребенок был, брат этот был. Шестимесячный он был, он плачет. мать на одной руке его держит, а с одной рукой вещи собирает. И мы тут помогаем ей. Ну, что мы могли собрать там? Ну, когда отец через два часа вернулся с собрания, он начал отпросить, не пускали, мужиков назад домой не пускали, но начали проситься, отец рассказывал, начали проситься, чтобы пустить домой, чтобы собрать кое-что из вещей. Он вернулся, когда ну, начал помогать, все собирать. И вот, как сегодня я помню, один военный офицер говорит отцу, у тебя семья большая, скот зарежь, скотину зарежь, мясо возьмите с собой. Ну, отец пошел в сарай, и я с ним пошел, старший брат пошел. Мы пошли троем. Отец привязанный стояла скотина, телка была, большая телка. Мы эту телку связали, положили и зарезали, шкуру сняли, быстро все это делали. И матрас опустошили, матрасовку взяли и туда это мясо положили. и вот когда начали нас сажать в машину, когда начали сажать в машину, отец и старший брат, они начали это мясо ложить в машину. И вот этот гражданский осетин винтовку наставил на отца и говорит, положи, не трогай. отец говорит, что офицер разрешил жить, при тебе это все было, зарезать скотину. Нет, не возьмете. И не дал взять винтовки были у них, длинные винтовки такие. Наставил винтовку и запретил мясо взять. То, что собрали вещи, половину даже не разрешили взять из вещей. машина была швейная. Мать взяла эту машину одной рукой, руку затолкала под машину и взяла эту машину. А этот гражданский осетин налетел на мать и забрал машину и от пол как ударил эту машину, как вот вспомню я, машина раскололась на 2-3 части. не дал взять. И настолько было строго, кричали, орали. Вот эти гражданские, которые с ним были, они на нас сильно действовали. Офицеры, они по домам пошли везде проверять, все, оружие есть или нет, смотрели, все обыскивали. Очень мало мы кукурузу даже не взяли. Два мешка кукурузы мы приготовили, запретили взять, не дали, мясо не дали взять. Ничего, кое-что, немножко из вещей взяли и на этом все. Шесть семей в одну машину погрузили. Шесть семей. Что можно взять в одной машине? Судобекеры были, большие машины были, и шесть семей затолкали в эту машину. Очень строго действовали. Я не знаю, как в других местах, но в нашем селении, которые были, очень такие изверги были, особенно гражданские. ничего не давали брать. Посадили нас в машину и привезли Владикавказ на железнодорожный вокзал. Там стоят вагоны, стучат, работают там вагонах. Это были рабочие. Устанавливали там буржуйки, нары делали. И до самого вечера нас на холоде держали на железнодорожном вокзале. Не одних нас, многих, которых привозят и разгружают там, привозят, разгружают машины, уходят. Но мы одеты были хорошо, жили очень хорошо, одежда была. мать одела нас теплой одеждой, на ногах, обувь была хорошая. Ну, проторчали целый день. Вечером посадили в железнодорожный вагон. Вагоны были, которые возили скот, товарные вагоны, грязные. эти нары делали, как шепки, все эти валяются. Ну, шепки это все собрали для топки, для буржуйки, они пригодились. Настолько было строго, нельзя было повернуться, отлучиться нельзя было на шаг, никуда отлучиться нельзя было. Стояли на винтовке, наставили кругом, вот это в Владикавказе железнодорожный вокзал, окружен был солдатами с винтовками и держали, никуда не пускали. Вот было настолько строго. Посадили вагон и помню я ночью, ночью уже, когда загрузили, очень много семей затолкали в этот вагон. Теснота была, не повернуться, не сесть, на одной ноге приходилось стоять. очень было строго. Нельзя было слово сказать. Если что-нибудь скажешь, обухом винтовки, сколько я смотрел, били стариков, мужиков, били этими винтовками, ничего нельзя было сказать, что воды дайте, или что-нибудь, или тесно, или невозможно так, ничего нельзя было сказать. одно слышалось только «враги, вы враги народа, вас нужно было расстрелять». Вот эти были слова только слышали от офицеров и от солдат. Вот эти слова мы слышали. Как сегодня, я помню, мать нам говорит, вы ничего не говорите, дети, вы молчите, что надо сказать, взрослые скажут. Ну и вот помню я вагон до того, как мы трогаться, осетины, женщины, молодые, старые, полный вокзал было людей осетинов, радовались, на гармошке играли, танцевали, что нас увозят, они радовались. Ну женщины плакали, дети плакали, мужики держались, уговаривали, не плачьте, ничего, Бог даст, все будет хорошо, говорили. Вагон тронулся, поезд тронулся, и мы поехали. Ехали, помню я, день три раза пищу давали, баланду, в канистрах подавали, вагоны, поезд, где остановится, на станциях, там выдавали еду, суп там, черный хлеб, все там доставалось, кому доставалось, кому не доставалось, очень трудно было, люди плакали, старались детей кормить, сами не кушать, взрослые, мужики и женщины. Так мы ехали, 18 дней мы ехали. Поезд остановится, где на станции, где стоянка была, перекликивались, кричали с вагона в вагон, вот такие и есть с вами, такие и есть с вами, люди многие были в гостях, уехали, в гости, и не знали о том, что депортация будет. И так с ними, с родственниками ехали. И многие находились. С нами была двойродная сестра моя, это материна сестры, дочка, меньше меня была. Она приехала к нам в гости с Назрани в Осетию. и с нами забрали ее. И вот мы эту девочку, родители нашли, отец с вагона вагон кричали, такие люди есть, такие фамилии есть, и он откликнулся, подоспел к нам, к нашему вагону, и забрал свою девочку. Ну, в Казахстане мы жили в разных местах. и когда приехали в Казахстан в Кочетавская область, город Щучинск, в нашей семье было семь человек. Отец, мать девять. Детей семь, и отец, мать девять человек. И эта девочка с нами десять человек было в нашей семье. Назовите их всех, год рождения и имена? Ну, отец был, отец был девятьсотого года у нас. Отец девятьсотого года был. Мать была на десять лет моложе отца была мать сотдесятого. Старший старший брат Хасан был двадцать седьмого года рождения. Ну, почти что двадцать шестого отец, говорил он, но писался он двадцать седьмого года рождения. Сестра Люба была двадцать восьмого года. Лиза была двадцать девятого. Через год у нас были все дети. Потом Суламбек был. И Суламбек, и там я был, Хусен, тридцать восьмого года. Роза была, она сейчас живая, в Корца живет, сестра. Иса был, самый младший Иса был, сорок третьего года. Ему тогда было шесть месяцев, когда нас депортировали. вот вся семья наша. Десятая это чужая девочка. И вот вы прибыли в Казахстан. Прибыли мы в Казахстан, как сегодня помню, как Читавская область, курорт Боровой. Щучинск назывался он, Щучинский район, курорт Боровой. Там курорт был, так и назывался он, Боровой. После мы ходили в курорт ягоды продавать, ходили туда. Прибыли зима, холодно, ужас. Но мы так хорошо одеты были. У нас отец, мать одели хорошо. Но все равно холодно, мороз был. И смотрю я быки, сани, запреженные быки. И на санях стоит ящик большой, в этом ящике солома, чтобы сесть нам, окутаться этой соломой, закрыть ноги, все. Солома была. Вот посадили нас полностью в эту колоду. Длинная колода была, пара быков было запряженных. И как сегодня я помню, женщина была, которая за нами приехала. Мужиков мало было, на войне были мужики редко, кто без руки, без ноги, которые были, так были мужиков из местных, а так женщины были. И нас посадили на солому, и она нас соломой закрывала, ноги, все нам закрывало. И как я сейчас помню, два тулупа было. Эти тулупы назывались овчины, большие шубы. Шубу оденешь, еще сверху в Казахстане одевали тулуп. Они широкие были, большие, чтобы не замерзнуть. Вот она нас тулупом укрывала. Ну хорошо, 18 километров надо, сказала, ехать надо. На быках 18 километров, мороженую ночь, и мы прибыли. Прибыли, и вот как сейчас я помню, под утро прибыли, большой дом, деревянный дом был, большой. Света не было, так горели керосинки. И нашу семью поместили в этот дом. Не так сильно старая, но лет 50 может быть хозяйка была, и у нее одна дочка была. Больше никого не было. Большой дом, 4 комнаты было. Большой 4 комнаты дом. Зашли в дом, зашли, тепло, русская печка горит там внутри. Тепло, так приятно, так хорошо. Раздели нас, посадили. хозяйка предупреждена кушать приготовила нам всем. Все сели, за стол сели мы, дети, и кушали. Помню, картошка вареная была, хлеб, разные, капуста была соленая. И так покушали хорошо. Чай попили и уложили, легли спать. Легли спать. Утром проснулись, я рано встал, проснулись утром. Смотрю, большой дом, хороший дом, хозяйка что-то там готовит, русская женщина. Дочка взрослая у нее была, но после я уже так понял, только через два-три дня она ненормальная была дочка. Орала, кричала, что она говорит, я не знал. И она, хозяйка, утешала ее, молчи, говорит. Ну, жили мы у этой хозяйки, очень хорошо жили. она нас приняла очень хорошо. Муж у ней на войне был, одна дочка замужем была, а вторая дочка с ней была. не помните хозяйка имя, фамилия не помните? Лена, Лена, помню, фамилия Боргалева она была, фамилия, Боргалева. Елена звали, а дочку Катя звали, дочку. Ну, муж у нее на войне был, он погиб на войне, перед концом войны, она говорила, погиб уже, после говорила нам уже, мы там были во время войны, там. Очень хорошо она нас приняла, картошка, все время вареное, суп, ну, и тут мать начала готовить все, нам начали паек выдавать, паек начали выдавать, и мать тоже готовила, ну, у хозяйки корова была, и она нам это молоко все отдавала, хозяйка, мне очень хорошая хозяйка была, мы ее, тетя Лена, тетя Лена, начали мы уже учить русский язык, она с нами несколько раз повторяла, чтобы мы сказали это слово, очень хорошая хозяйка была, учила нас по-русски разговаривать, ну, родители на работу, через дня два-три на работу определили в колхоз, название колхоза помнился? помню, колхоз путь коммунизм был, это село было очень большое, Катаркуль назывался, Катаркуль, как город большой был, в этом колхозе, в этом селе два колхоза было, мы были в путь коммунизм колхозе, а дальше Фрунзе колхоз был, в этом же селе два колхоза было, очень большой, как город село был, отца забрали в бригаду, отец сказал, что он работал в колхозе, бригадиром работал, и там бригадиром поставили сразу отца, а мать в огородную бригаду, и две дочки, сестры мои, тоже с матерью в огородную бригаду пошли, а брат тоже в колхоз, тракторную бригаду его забрали сразу, старшего брата Хасана, он 27 года рождения был, но он не трактор, ничего не видел, а потом по разговору родителей я понял, что сказали научиться будет трактористом, и на тракторе его посадили, и вот он после рассказывал, Натий назывался, гусеничный трактор, Натий и колесные были СТЗ сталинградские трактора колеса со шпорами колесные были трактора, вот его на Натий посадили, вот он говорит, его нужно было рукояткой заводить, на бензине заводит, на керосин переводит потом, маленький моторчик на бензине заводит, а потом на керосин переводили, он крутить, говорит, рукоятку не могу, а женщины были здоровые, русские женщины, и вот она за облицовку одной рукой за облицовку возьмется и говорит, и эту рукоятку как крутанет, и трактор заводился, и вот он работал на тракторе, не знал ничего, только научили, эти женщины его научили, как скорость включать, и вот он научился и работал трактористом, и тут через год, наверное, его на курсы комбайнера послали учиться, комбайнера не хватало, мужиков-то не было, женщины были, большинство, комбайнеры, трактористы, женщины были, и на курсы комбайнера, но он грамотный был, уже в школе учился, и по-русски понимал, с отцом все время Владикавказ, на базар, туда-сюда, с матерью, старшая сестра и брат старший по-русски уже хорошо разговаривали, на базар, все, в Владикавказ, они ходили, отец чисто разговаривал по-русски, мать разговаривала по-русски, ну, а мы не знали ничего, так, начали учиться, и вот колхоз, определили нас в этом колхозе, все, значит, устроились на работу, туда-сюда, ну, я, этот, Иса маленький был, Роза маленькая была, ну, не такие маленькие, но Иса был маленький, а Роза-то была уже большая, мы дома, мать, вот все на работу, мы троем дома, я и Роза-сестра, Иса, остальные все на работу, вечером только домой приходили, а отец вообще, и брат, и старший не приходили, они в бригаде, через неделю так, в баню, так, и вот мы жили, хорошо жили, в тепле жили, ну, родственники у нас были, дядя был, папин брат, тоже рядом с нами поселился, он тоже у хороших хозяевов жил, мы туда бежим, сюда бегаем, проведаем друг друга, но взрослые все на работе, а дети дома были, а в колхозе месяц один раз на паёк давали, помню я, как всегда, мука была чёрная, мука, картошку давали, продукты так давали, но редко, потом, через три года, через три года, помню я, как сегодня, как отец, мать говорили, что Сталин дал указание, чтобы каждой семье дали корову и по три барана, это было, где мы жили, так, а в других местах, я не знаю, где мы жили, нам дали тёлку, дали, стельную, она ту зиму, ту летом, уже осенью отелилась, и три барана дали, ну, жили так неплохо, огород посадили, землю дали нам, картошку посадили, картошку, и эта женщина, хозяйка русская, матери семена дала, морковку, там, горох, бобы, лук, чеснок, посадили, и у нас мать такая шустрая была, вообще, деловая была, очень, такой, всё посадила, всё, и так, земля же там очень хорошая была, очень хорошая земля, всё выросло, и чеснок, и лук, и морковка, и горох, и бобы, всё, а потом, так потихонечку, и жили, и жили, наша корова отелилась, и хозяйкина корова, и у нас молока, ещё родственникам даём, и начали хорошо жить, неплохо, с бригадой тоже там, кушать им дают, обед дают им, и всё равно у нас было дома, еда была, всё равно мать приносила нам эту еду, в бригаде, что им давали кушать, там мучная затеруха была, мучная каша, и чёрный хлеб, ну, с ней две девчонки, сёстры мои, и она, троём, они вот сэкономят, и домой притаскивали нам, вот так и жили, но неплохо устроились мы, потому что хозяйка хорошая попалась, а некоторые люди, очень плохим людям попались, в тесноте жили, меня лично, меня мать посылала родственникам там, или знакомым, отнести чашку муки, или что отнести, потому что они очень плохо жили, у нас две коровы, хозяйкина корова и наша, хозяйка, она ничего там с этого коровы не ела, всё нам отдавала, и мы помогали, родственникам помогали, таким знакомым помогали своим, переселенцам, и так жили, но отец в колхозе мало поработал, он, по-моему, с год поработал, даже год, может, и не работал, наши фамилии, мы Амирханов и Матиевы одной фамилией считаемся, Амирханов, Уэйс, его поставили председателем сельпо, он наш родственник, близкий родственник был, он и здесь, на Кавказе был, председателем сельского совета, был на хороших должностях, его поставили председателем сельпо, а отца он забрал с колхоза в этот сельпо, а председатель колхоза, отец здоровый у нас был, такой плотный, здоровый был, хорошо работал, а председатель колхоза не отдавал отца, не хочет отдавать отца, отец бригадиром работал, и все равно выполнял работы, не считая, что он бригадир, тоже наравне с людьми работал, а председатель жалуется, и вот у меня Амирханов забрал рабочего, мол, у меня работа стоит, туда-сюда, а коменданты были, все же расписка, кому 14 лет расписывались, месяц-два раза, вот у них журнал был, и расписывались, вот он коменданту жалуется, комендант казахи были, русских, редко кто русский был там, из мужиков в селе, без ноги, без руки, и так, которые вернулись с войны, остальные на войне были, и вот отца тревожат, все время председатель жалуется, а председатель сельского совета был родственник нашей хозяйки, домохозяйки нашей, тоже Боргалев фамилии, такой высокий мужик был, его на войну не забрали, бронь была, и он остался так, председателем сельского совета был, а тогда председатель сельского совета считался сейчас выше Путина, его слово, тебя расстреляют, его слово, его слово тебя в тюрьму посадит, его слово оставить, оставить тебя, и вот этот председатель жалуется ему, председатель сельскому совету, Матиева снова в колхоз, и тогда этот председатель сказал этому колхозному председателю, если ты еще раз слово произнесешь за Матиева, чтобы в колхозе его тебе отдали, я тебе дал трех рабочих вместо него, оставь его, в сельпо жить тоже надо работать, товар жить надо, доставлять в сельпо, и так отец остался, и отец на быках, в этот сельпо, что нужно, товар на быках доставлял, с Чучинска, с района, муку в пекарню доставлял, но работал за троих, отец здоровый был, работал за троих, тогда мешки еще не такие, как сейчас были, 50-килограммовые, 70-килограммовые были мешки, но они не шиты, они часто шьют мешки, зашивают, тогда завязками завязывали, насыпная мука была, и вот пара быков, на бричке, большая бричка была, дробины стояли, чтобы мешки не падали, по 100 мешков он грузил на эту бричку, по 100 мешков, быки сильные были, и вот он 18 километров с Чучинска, на Катаркуле дорога была, 18 километров доставлял, а пекарь был русский, Бердников Семен Иванович, мы его звали, так Семен Иванович был, он тоже броня у него была, он работал пекарем, и женщина с ним работала, и с отцом они сблизились, так хорошо все, и он отцу всегда муку давал, хлеб давал, а так, чтобы люди видели, нельзя нести, это надо ночью принести домой, вот он привезет этих 100 мешков муки, разгрузит в пекарне, на своих плечах, разгрузит, быков отведет в сельпо, распрягет, быков пастись надо, на ночь отпустить, отпустит быков, потом он возвращается, эту муку берет, что ему дал пекарь, и приносит домой, и мы родственникам давали, помогали, голодные были люди, никого не оставляли, мать с отцом всегда доставляли нас отнести, вот под рубашку спрячем мы, сумочку, тогда не было ни пакетов, ничего не было, такие тряпочные сумочки были, отнесем, постучим в окно, отдадим, и вот люди так выживали, вот так выживали, но нас спасло то, что колхоз был хороший, колхоз был хороший, все на работу пошли в колхоз, и года три прошло вот так, года три, наверное, не прошло, меня, 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 бригадир колхоза, как сегодня помню, задорожный был, фамилия, Иван Высокий, такой мужик был, он забрал меня от матери, и телят пасти, заставил летом, телят пасти, в школу ходим, после школы заставил телят пасти, колхозных, в Казахстане, вообще климат очень жаркий там был, жарко было, и я опас этих телят, я начал плакать, большой был, но все равно плакать я начал, они убегают, теляты, пшеница была посажена, ячмень был посажен, они посевы портили, я начал плакать, не справляюсь, потом мне старшего брата в Соломбиика дали еще помощь, объединили мы телят, объединили его и моих, и пасли, вот так я, наверное, года три, летний период после школы, пас этих телят, слово нельзя было сказать, если слово скажешь, они матерятся, предатели, враги народа, вот первое слово, вот это было, у мужчин, у женщин, кто был хороший, так они ничего не говорили, наступались даже, и так мы выживали, потом эта женщина, хозяйка наша, Елена, ее зять был председателем райсполкома в Шучинском, он их забрал, тещу и свояшницу, дочку ее, забрал к себе, она нам оставила, корову оставила, дом оставила, нужно вам будет к себе купить, не нужно продать, отцу говорит, продашь, корову надо вам оставьте, не нужно продать, такая хорошая корова, как продавать, у нас две коровы, дом, отец помаленечку, все льпо работал, зарплата маленькая была, но он выплачивал, они договорились с этой хозяйкой, и как вот помню, я сейчас, отец рассказывал, 6 тысяч мы отдали за этот дом, теми деньгами, теми деньгами, это мы примерно в 47-48 году, вот так, этот дом купили, выплачивал отец деньги, и мы жили в этом доме до 57-го года, пока возвратились на Кавказ, хороший дом был, большой, крестовый дом назывался, там, так называли в Казахстане, деревянный дом крестовый, из четырех комнат, баня была, каждую неделю мать баню топила, парились, баня хорошая была, двор хороший, огород большой был, сейчас маленький огород, 5-6 сотых сажать не хотят, 50 сотых огород у нас был, и мы вручную копали этот огород, земля мягкая была, как порошок, и сажали, картошку сажали, все сажали, и так мы жили, этот дом купили, очень хорошо, отец работал в Сельпо, в 56-м году он только уволился, начал болеть и уволился, оттого работал все время в Сельпо, людям помогали мы крепко, это я честно говорю, ночью даже мы ходили, носили людям муку, пшеницу, брат работал комбайнером уже, выучился, комбайнером работал, пшеница у нас была, мы помогали, даже сейчас живые эти люди есть, некоторые даже живые, сейчас они вспоминают, вот, которые остались, взрослых, помнят, которые, вот вы нам муку давали, вы нам пшеницу давали, вы нам то, молока, творог, туда-сюда, масло, ну, вот так жили, а в школу вы пошли? Пошел я в школу, да, пошел, и хорошо учился, все пошли, старший, меня, который, Суламбек, пошел в школу, в школу пошли, Роза пошла в школу, ну, потом уже, после уже Иса пошел в школу, учились хорошо, с соседями мы жили очень хорошо, очень хорошо, соседи были хорошие, очень хорошо жили с соседями, никогда соседи нас не ругали, мы их не ругали, дружно жили, отец работал в Сельпо, когда отец купил велосипед, старшему брату, Хасану, он работал комбайнером, в бригаду ездить, и домой приезжать, ни у кого в этом большом селении, ни у кого велосипеда не было, он, отец товар, отец возил товар, и муку, и продукты, и товар, все отец доставлял в магазины, и этот велосипед купил отец, с теми деньгами, 720 рублей он отдал за этот велосипед, брат ездил на работу, потом 2-3 дня поработает, приезжает домой, там 15-16 километров ехать на велосипеде, потом купил отец мотоцикл, К-125 назывался мотоцикл, первый мотоцикл, Залмак был очень хороший, колюжный фамилия, давал отцу, что отец захочет, отец купил мотоцикл ему, сыну своему, старшему брату, небольшой мотоцикл такой, бензин в бригаде было навалом, тогда трактора работали на керосине, на бензине, солярка же после пошла только, солярки, когда нас выслали, такого не было солярки, все был, керосин и бензин только, и этот мотоцикл у него новый, и вот он ездит, вот он, помню я 8 литров бак был, в бригаде заправит этот бензин, домой приезжает, баллоны были 10-литровые, стеклянные, вот он, чтоб доехать, оставить себе бензин до бригады, остальное выливает дома, и у нас врач, медврач, очень хороший, знакомый, стал, он тоже купил себе, и потом мотоцикл, отец давал бензин ему, участковый, Дельгеров фамилия его был, хороший, высокий такой мужик, Дельгеров, Иван какой-то, не помню отчество, тоже у нас пасся бензином, и так мы хорошо жили, пристроили, жили хорошо, до 57-го года мы жили в этом колхозе, колхоз был хороший, брат получал, МТС были тогда, с трактористом, зимой работала, летом на комбайне, он получал и зарплату получал, а в колхозе трудодни получал, на трудодни нам пшеницу давали, все давали, а в МТС получал он зарплату каждый месяц, небольшие такие зарплаты, но это война, после войны уже это было дело, но все равно хватало нам, отец получал немножко, потом в колхозе, в конце года начали на трудодни деньги выдавать, мать работала, две сестры работали, и так неплохо жили, учились мы, одевались неплохо, мать умела шить, умела шить, отец купил машинку швейную, и одежду нам, всегда мы ходили, чисто ходили, одевались, неплохо одевались, а мануфактуру он брал в магазине, он же сам привозил мануфактуру, брал, ну, дорогую не брал, дешевенькую возьмет, одежду сошьют нам, голые не ходили, и так жили мы до 57-го года, до 57-го года. в какой школе вы учились, и в каком году вы пошли в школу, в первый класс? В первый класс я пошел, этот год, который мы прибыли в этот колхоз, этот год потерялся, не учились мы никто, устраивались, возможности не было, в 45-м году, осенью, по-моему, в 46-м году, в 46-м году, точно в 46-м году я пошел, первый класс пошел, потому что не было возможности, в 46-м году пошел учиться, перешел, уже по-русски начал разговаривать, хорошо мы уже разговаривали, одни русские большинство были, ингушей и чеченцев очень мало было в этом селе, ну от силы, может быть, дворов 70-50 было, больше не было, остальные все русские, казахи были, почему так, я не знаю, два колхоза было, и мало ингушей и чеченцев попало туда, в этот колхоз, чеченцев совсем мало, чеченцы уехали, вообще, уже в 47-м, 48-м году чеченцев, кто умер, кто остался, уехали, в другие места, а уезжали как? Нельзя же было сесть так и уехать, опрятались, пешком шли, с одного селения в другой селение, пойдешь, судили, может, вы, автор, взрослых, слышали, может быть, судили, 10 лет давали, 8 лет давали, 12 лет давали, А вы помните такие партии? Ну, конечно, помню, как не помню, очень хорошо помню, помню, Цуров был, Магомед Цуров был, взрослый мужик был, уже старенький был, его, и еще один Цуров был, тоже второй, Махмад Гири был, Цуров, обои Цурова, их судили в нашем селе, в сельсовете их судили, я на этом суде был, ходил, интересно жить, ходил, и вот казахи, вот говорят, с нами казахи были хорошие, были ли они хорошие, редко, может, кто был хороший, коменданты все были казахи, и они сажали в тюрьму, если вот ты, вот, центр КамАЗ, центр КамАЗ, если я перееду в Карабулак, или Слепцовскую, жить, вот так ловили и сажали в тюрьму, 10 лет давали, 7 лет давали, по-разному давали, вот я на суде был сам, личный, вот их спрашивают, почему, ну, там наши родственники жили, хотели мы переехать туда, к коменданту обращались, писали заявление, комендант не отпустил нас, они жаловались, судье, вот так, и им дали по 5 лет, как я сегодня помню, по 5 лет, и оттуда, оттуда, тогда ни телефонов, ничего не было, я прибежал домой, и матери говорю, на она говорю, Махи судят, и Махмадвери судят, за то, что они в другое место уехали, этих комендантов я знал, мы жили, как в село, заезжаешь в большой дом, они все к нам сразу приходили, отец работал сельпой, иногда и спирт, и водки было у нас, тогда привозной был, спирт, и водка в бочках было, не то, что сейчас бутылки запечатанные, тогда наливали бутылки, и Сергучем специальный комбинат был, специально заливали бутылки и Сергучем закрывали, и у нас водка, спирт был, и вот эти коменданты, они знали, высшее начальство, они знали, всегда к нам заходили, выпить, спирт выпить, водку выпить, и кушать у нас было всегда, я говорю коменданту, я говорю, русский был комендант, среди них, Больщаков фамилия его была, Больщаков, как-то назвал по имени, точно не помню, по имени, назвал его и говорю, мама сказала, чтобы вы на обед зашли к нам с ними, вместе, как суд закончится, обратно побежал я, мать предупредила, обратно побежал, сельсовет, и ему во время перерыва, я говорю этому Больщакову, мама сказала, что обед приготовить, чтобы вы зашли обедать, хорошо, хорошо, и они заехали, два коменданта, и двое этих, четыре человека, и мать, ну, мяса-то не было, но что, суп был, картошка была, корова у нас была, сметана была, масло было, хлеб, кушать было, поставила полный стол, и мать, эти два коменданта, и их за стол не сажали, не хотели сажать их за стол, пускай, говорят, отдельно кушают, с нами они не будут, вот настолько были, один казах был, один русский комендант, и мать попросила их, пусть сядут, пусть покушают, столов-то лишних не было, пусть с вами сядут, потом на краю, вот они сели с четвером, и так поели хорошо, даже этих Цуровых, вот этого Магомета, сына, сын, и сейчас живой, Мурат, живой, но он-то не помнит, тогда его и не было, вот отец, как-то рассказывал мне всегда, что вот так и так нас, дедушку судили, и накормили, вот приняли так хорошо, всегда отзывался хорошо о моей матери, это Магомета, сын, и вот его сын сейчас живой, Мурат, но так дружим мы, встречаемся, они Цуровы нам, родственниками доводятся, коменданты были очень плохие, жестокие были, жестокие, 14 лет, месяц, два раза ты должен расписаться, журналы у них были, если нет у тебя, ты, если переехал куда еще, вот они дают, розыск дают, находят, судят, вот так было, в школе я учился хорошо, потому что мать нам говорила всегда, и отец говорил, что мы на птичьих правах, баловаться нельзя, учиться надо, если не будете учиться, будете в колхозе работать, о том, что домой приедем, об этом и разговору не было, что на Кавказ вернемся, вот так и жили, и учились, и... Как учителя к вам относились? А? Учителя как вам относились? Учителя... Учителя... С верстниками, учителя? Учителя, некоторые учителя, которые мужья у них на войне, погибли, они не вернулись, те были женщины хорошие, учителя, никогда не обзывали, ничего не говорили, а некоторые были учителя, если чуть, ну, без этого не бывало, все, нашались что-нибудь, баловались, бывало, ну, враг народа, вредитель, это первое слово было, вот я помню, она высокая учительница была, Александра Прокофьевна была, такая вредная учительница была, классный руководитель, она была моим, старшего брата, сломбека, такая женщина была, она и отматюкает тебя, и отругается, директора был, без руки был директор, такой слабенький человек, вы кого, они не боялись, это русские женщины были, они были, какие здоровые там, свиней держали, свинины кушали, были здоровые, такие, как возьмет любого мужика, как мотанет, мужиков-то и не было почти, что инвалиды были только, а некоторые учителя к нам очень хорошо относились, очень хорошо, у меня была учительница, Степанида Капитоновна была, как сейчас помню, по четвертый класс, хорошая, пожилая учительница была, очень хорошая была, и так мне по головке погладит, погладит, молодец, хорошо написал, молодец, говорит, хвалила, и так потом, пятый класс пошел, в пятом классе была Корейка, у меня классный руководитель, Еврония Никитична, Хаврония Никитична, не Еврония, а Хаврония Никитична была, Корейка, такая вредная была, такая вредная, вот за ухо возьмет, что-нибудь, что-нибудь, нашалишь или что-нибудь, аж чуть ухо не отрывало, такая вредная была, я ее один раз как мотанул, и в классе печки были, железом обделаны, внутри кирпич, железом обделаны печки были, они очень теплые печки, кирпич внутри, а сверху облицованы железом были, вот сейчас даже, в Троицком, брата семья живет, вот у них даже эта печка есть, я ее как мотанула в эту печку, она ударилась, пожаловалась директору, но директор слабенький человек был, он всегда уговаривал, не балуйтесь, не балуйтесь, выжить вот высланный, вам же тяжело, родителей я позову сюда, отец что скажет, мать что скажет, хороший был, а вот некоторые учителя плохие были, а некоторые очень хорошие были, ну уже когда взрослые стали уже, в восьмом классе я уже не слушал никого их, не слушал, уже когда в восьмом классе был, у нас по немецкому учитель был, Адам Павлович, Шоль фамилия, я с класса вышел на перемену, учительскую дверь приоткрыл немножечко, и кричу в дверь, гутен морган, гутен так, шлеп по морде, гутен так, а он меня сзади, он с класса шел и сзади, и как за ухо поймал, а у него ноги обморожены были, протезы были у него, у этого Адама Павловича, на протезах он был, ноги немцев же вперед высылали, чем нас, и он на товарняке ехал, он рассказывал нам, обморозил ноги, и оба ноги у него не было, протезы стояли, еле-еле ходил, и вот он меня поймал, я вырываюсь у него, он меня не отпускает, я вырвался, некоторые хорошие были учителя, некоторые плохие, вот так мы и жили, мать, неплохо жили, сказать, что, честно сказать, что голодовали, этого не было, но люди голодовали, и тяжело жили, но что поделать, так было, у кого не было мужиков, вот были женщины, одни женщины были, вот мать меня всегда посылала к ним, с чашкой посылала, трудно выживали, умирали, могилу выкопать, чтобы могилу зимой, если человек умер, не могли, силы не было у людей, не могли выкопать, в снег закопаете его, в снег, до весны, а сейчас-то вон, мороз любой будет, так хоть скаты есть, скаты бросят, обжигают все, а тогда дрова, чурки бросают, жгут, и три дня копали могилу, три дня мужики копали могилу, чтобы человека похоронить, у кого не было мужиков, в снегу закапывали. Сколько было, много было смертей, и от чего умирали? Умирали, смертей было очень много, особенно, на Тифа умирали, от Тифа, Тиф был, у всех таких условий не было, одеваться, мыться, не было условий, люди болели, особенно Тиф был распространен тогда, везде, по Казахстану был Тиф вообще распространен, очень болели Тифом, но мы, Бог помиловал нас, никто не заболел Тифом, никто не заболел, из семеро поехали, из семеро вернулись, детей, не считая мать, отец. А из ваших знакомых, родственников, сколько человек погибло там? Очень много, у моего дяди, папиного брата, дочка умерла, взрослая дочка, даже уже сватали ее, заболела Тифом, умерла, сын умер, у дяди родного, у тетя умерла, папина сестра умерла тоже, тоже сын у нее умер, три сына было, один сын умер, много, много умерли. В медицинской помощи получали? В медицинской помощи, на два колхоза, один врач был, в медицине, один врач был, Кузьмин фамилия, помню я его, как сейчас. Потом уже, по-моему, в 56-м году еще одного врача прислали, Зимин фамилия его была, Зимин, в 56-м году два врача только стало, а так, как мы поселились туда, один врач был, Кузьмин, и так большое село, как город село, два колхоза, столько людей там было, и один врач был, что он мог один врач, и медикаментов-то тоже не было, а ели, лопухи ели, копали лопатой, лопухи, я сам лично ел эти лопухи, сейчас-то их никто, а знаешь, какие вкусные, корень какой вкусный у них, не ела никогда, потом, знаешь, что хорошо спасло, я не сказал тебе, летом, ягоды, клубника, вот такая клубника крупная, я лично сам два ведра собирал этой клубники, телят пас и клубнику собирал, потом с братом вечером домой относили эту клубнику, а там курорт был, боровой назывался, отдыхающие были, тиберкулезники, больные, кто на войне, кто это, и они покупали, с газетами делали кульки, стакан, насыпали туда, и полностью стакан насыпали, не было этого, чтобы обманывать, и продавали эту клубнику, ягод было ужас, и рыбы было, озеро было, три километра шириной, шесть километра длиной, озеро было, зимой проруби, вырубили проруби, лед, и такие морзы называли, сплетенные, стали плетенные, спрутьев, а выголаш, до олсарях, а скажем, морзы, морзы, спускали их на дно, и рыба туда заходила, и вы выйдете, она оттуда, кто соображал, выходили, а нет, эти морды вытаскивали зимой, рыбы было, хорошая рыба была, люди от голода почти что не страдали, зимой и летом рыбу вовели, летом ягоды были, знаешь, кислое молоко и клубника, ягоды, как хорошо было кушать. Лучше, чем клубника в сметане? И сметану ели, и кислое молоко ели, ну, у нас две коровы были, мы сметану ели, доволь ели. Ну, некоторым очень трудно доставалось, кто два человека, им корову не давали, не давали, один или два барана давали. выше трех давали корову, в семье должен был быть три человека, а трех нету, значит, барашка, там одну или две давали, и паёк, мало давали паёк, тоже. А вот вы упомянули немцев, как раз тоже репрессированных, много было там? Немцев много было. Кроме ингушей, другие представители ценностей туда выселялись? За немцев я вам не сказал. Немцы вперёд нас высланы были. Немцев было в нашем колхозе в колхозе очень много. Балкарцы были, карачайцы были. Вот это я опустил. Карачайцы были, балкарцы были, немцы были. Немцы вперёд нас поселились туда, но немцы были грамотные. в колхозе булгалтером, учётчиком. Начальство были, мужиков-то русских не было, инвалиды только были. А немцы были высланы. Даже нам немцы попались, рядом с нами жили, в Владикавказе, как едешь с Владикавказа на Беслан, немецкая колонка называется. Не знаю, была ты там, нет, с Владикавказа на Беслан, как едешь, она и сейчас есть, название немецкая колонка называется. Не доезжай Беслана. Оттуда немцы были даже. Когда разговорились, узнали. Немцы, когда мы уезжали, они там оставались все, никто. После, говорят, уехали. Вот Казахстан, уже где мы жили, ездили люди, брат мой ездил, старший, он тоже говорил, немцы пошли все уехали в Германии. И как у вас складывались отношения с немцами, которые высланы были люди, немцы, карачайцы, балкарцы, ингуши, чеченцы. Отличалось положение, допустим, у немцев, балкарцы, ингуши? Или одинаково жили? Нет, отличалось, отличалось, отличалось. Немцы были вперед высланные нас, и некоторые устроились на хорошей работе, и уже имели скот, имели, огороды имели, и жили бучи, они уже обосновались. А карачайцы, балкарцы, ингуши, чеченцы после этот год, который мы, 44-й год, который прибыли мы туда, этот год пропал. Пошли никто, редко кто огород посадил, редко кто мог посадить огород, редко кто жил хорошо. Плохо жили, очень плохо жили. Особенно балкарцы плохо жили. Карачайцы были шустрые, очень шустрые были карачайцы. А балкарцы? А балкарцы, у них в нашем селе, в котором были балкарцы, у них большинство старики были. А молодежь очень молодые были, очень мало было. Молодежь. Дети маленькие были. А почему так получилось? Не знаю я, не знаю. У нас даже сноха балкарка, в 52-м году мы ее взяли. Там же мы жили вместе, засватали. И старшего брата, жена балкарка была. В прошлом году так умерла. И шесть сыновей у ней было, и одна дочка. Вот они жили очень хорошо. У них мать, отец работали, и старшая дочь, старшая нашей сноха дочь шила хорошо. А там-то все время жить, кто шить умел, очень хорошо зарабатывали. Тапочки шили, одежду шили, все. А русские редко кто мог шить. мастер швейной были, женщины. Мало было, редко кто. Нас очень-очень много выручила. Мать ночами сидела, сшила. А вот карачайцы лучше жили, немцы лучше жили. Потом и балкарцы уже в 48-й год, 49-й год начали хорошо жить. А поначалу очень много балкарцев умерло. от голода и от холода. Вот как-то не было у них такой шустрости украсть там в колхозе украсть или что-нибудь принести. Вот не было у балкарцев этого. Не было. Честные были. Честные были. Честность была их недостаточной. Да. Вот это наша сноха, они рядом, недалеко от нас жили. Вот у них мать, отец работали, старший брат работал, старшая сестра шила. И они жили хорошо. Мы к ним пойдем, вот круглая кастрюля была, круглая, и вот она масло, у них тоже корова была, на масле жарила. Вайлогом жал царя. Жарила, нас посадят, полную тарелку положат нам, оладики, потом еще называли, бурсахи они называли, бурсахшах. Кругленькие такие, вот такие, кругленькие. Казахское бушное блюдо. Вот, вот, бурсахи назывались. Они жарили, и тоже мы садились, кушали. Но потом уже под конец балкарцы начали хорошо жить, уже дети взрослые стали. Ну, а карачайцы и немцы неплохо жили, они уже шустрее были, особенно карачайцы. Они их с могилы достанут, карачайцы. Такие были добытные. Жили дружно, мы очень дружно жили. Никогда ни драки, ничего не было, ни друг друга не унижали. Жили очень хорошо карачайцы, немцы, балкарцы, очень чеченцы. Чеченцы уже уехали в 1948-1949 году, ни одного чеченца там не осталось. Уехали. А было ощущение общей любви? Или каждый справлялся как мог сам? Помогали друг другу. Помогали, как же, как сейчас тоже помогали. Похороны, свадьбы эти, что там было, какие свадьбы были, там свои близкие придут там, побудут и все. А похороны все приходили, помогали друг другу, чем могли, тем и помогали. Общались очень хорошо, помогали. Не было такого, чтобы, я не помню, чтобы сказали, вот такой человек, он не на похороне, туда-сюда, не было такого. Общались очень хорошо, все общались. А потом начали русские с войны возвращаться, мужики, кто жив остался, возвращаться, тоже матюкались, ругались, враги, вы воевать не хотели, вас выслали, вы враги народа, вот так обзывали мужики, которые были так ингушьи, мужики, боялись обозвать и сказать так. А над молодыми, над детьми тоже издевались, обзывали, по-всякому обзывали, даже женщины обзывали, даже учителя и обзывали. А в пионерию в комсомолах вас принимали? В пионерию меня приняли по-моему в четвертый или пятый класс, в пятый класс я уже ходил. Уже это я считал, знаешь, как будто я в рай пионерию принимали. Учительница нас выставила, галстуки были красные и железные зажимы были. Не на узел завязывали, а железные зажимы были. Пионеры приняли. А кто плохо учился, их не принимали в пионеры. Я учился хорошо. А в комсомол я уже там не вступал, а в армии вступил. В комсомол там даже билет комсомольский у меня есть. Ты не видела? В армию приняли комсомол, заставили, заставили. Не хотел я в комсомол. Почему? Не хотел, что каминал дуцин, дянах. Не хотел я в комсомол вступать. Не знаю почему, но как-то не хотелось. А в армию уже командир я в школе был в армии, в сержантской школе был, начальник школы майор Петров был. У меня гимнастика строевая, на лыжах я хорошо ходил, в Казахстане взять на лыжах, очень хорошо катался. А где вы служили? В каком месте и в каких войсках? Артиллерии я был. Город Урюпинск, Волгоградская область, город Урюпинск. В каком году пошли в армию? Это было в 59 году. 13 октября меня призвали в армию. Полтора месяца я был в Урюпинске в карантине. В октябре призвали. До нового года пошли, я был в карантине. Полтора месяца нас по 100 человек в роту, две роты были в карантине держали в Урюпинске. Военные дорогу строили из камня. Там камень, как вот у нас сейчас горы, скала, и очень легко камень добывался. И нас солдат заставляли эту дорогу строить. Я полтора месяца в карантине был в Урюпинске в армии. После строительства дороги потом нас расформировали, разобрали. Закупатели есть такие, покупатели. Вот сейчас приезжает солдат покупать, и в полку нас разобрали. Я такой шустрый был, полненький был, пухлый был, и меня в школу определили. Сержантскую полковую, называлась полковая сержантская школа, показательная полковая школа. Перед дивизией каждую неделю мы два раза маршировали. Командир дивизии смотрел нас, как мы маршируем. Школа была 60 человек, нас в школе было сначала. Отсеяли, 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 46 только осталось. А у меня было все отлично, гимнастика отличная была. Строевая отличная, ногу я поднимал на вытянутый носок. меня, не подумай, что я хвастаюсь, меня в первом ряду сержанты стояли, в школе сержанты, мы курсанты. Я левым замыкающим был, самым впереди, с сержантами стоял, левым замыкающим, чтобы вытянутый носок, чтобы видели все. Майор Петров был начальник школы. Матеев, вся надежда на тебя. Я когда бегу кросс, за руку беру второго человека и на четверку бежал с ним, а сам один на пятерку. А на брусьях, на турнике я выделывал всякие номера. В Казахстане школа у нас очень хорошая была, десятилетка была школа, там все было, брусья, турники, все было. Кросс у меня хороший был, я бегал очень хорошо. Все было в школе у меня хорошо. Я на 160-мм минометчика учился, командир 160-мм миномета. 160-120 я должен был выйти оттуда младшим сержантом со школы. И на должность я стоял, должен был идти в дивизию на должность командиром отделения. А полк был маленький, 300 человек только был. Полк, такой хороший полк, командир полка с Германии был очень хороший. Я в этом полку, вот не подумай, я в этом полку славился. 70 килограмм я выжимал, 70 килограмм выжимал я. На брусьях я выделывал инспекторское, когда приезжает проверять полк, самые первые меня вызывали. На брусьях, на турнике показать все эти номера. Я через 6 месяцев пришел домой в отпуск. Курсантом был я и в отпуск приехал. Через 6 месяцев мне объявили отпуск. Я на 100 метров лежа с автомата 30 очей выбивал. Три патрона нам давали, из трех патронов я 30 очей выбивал. Лежа. Яблочко попадал. И со мной в школе у нас было в школе несколько взводов было. Взвод разведки, взвод минометчиков, взвод 3-4 связистов. И со мной враждовал армянин. Он был с Ростова, выше меня был. Ну, у него не строевая стрельба, на лыжах он плохо делал. И он завидовал мне. Все время со мной. но я им не подавался. Во время тревоги школа оставалась, школу не брали во время тревоги, не выезжала, школа не выезжала. Так было поставлено. А нас на кухню отправляли работать, кастрюли мы, чистить их до блеска во время тревоги. весь полк выезжает во время тревоги. Летом, зимой, когда тревога бывает. А школу оставляли. Вот мы в столовой все кастрюли, чашки до блеска чистили. И этот армянин со мной враждовал. Мне старшина на кухне говорит, Матеев, ты за старшего. Здесь посмотри. Он ходит, ничего не делает, ни кастрюли не чистит, ни чашки не чистит, ничего не чистит. Я говорю ему, ты что ходишь, почему не работаешь? Мокрой тряпкой взял мокрую тряпку и кинул в лицо мне. Я схватил эту кастрюлю, а кастрюлю на 10 человек борщ, суп наливает. Дюре алюминиевые кастрюли. Дюре алюминиевые тяжелые. Схватил эту кастрюлю, как по башке ударил его этой кастрюлей. Он брык на эту посудомоечную на плитке упал. Как мертвый лежит. А ребята тут ооо, ты че, Матиев, убил, убил ты человека. Крик, шум, а я двери ногой прижал вот так. Дверь внутри закрывалась, прижал ногой и никого не запускаю оттуда. Старшина кричит открой, открой, открой. Я открыл, зашел. Что это такое говорит? Я говорю, упал он, споскользнулся, упал. Находчивый был. туда-сюда зашевелился, думаю, живой. И с того времени он начал меня бояться. начал. А был выше меня, худой, высокий. Я ему этой кастроли как огрел, он надоел мне. Он покой мне не давал. Надоел. У меня все хорошо, и он завидовал. Он нас оставил, этот старшина, дал нам всех кастрюлей почистили, туда-сюда отпустили в казарму. А мне ему говорит, будете картошку чистить. Картошка машинка была, крутилась, она чистила, глазки выковыривать надо. Полк должен возвратиться с тревоги. На человек. На 300 человек картошки. А повар был литовец там. Он со мной очень хороший был. Литовец. Мне говорит, Хусен говорит, вот тут сливочное масло, рыба жареная, вот, кушайте. Ну, нас двоих оставили, кушай, говорю, поживай. Но с того времени, пока мы школу не закончили, больше он мне палку не вставил. Единственное, что он мне сделал, после еще. Мы назывался стрельбище, где стреляет. На стрельбище мы нас водили, каждую неделю водил зам начальника школы. А у меня автомат простреленный был, зам начальника школы простреливал, чтобы метко бил он. И вот я выбивал очки хорошие, и вот он завидовал. и вот зимой холодно было, мы там крутились, валялись, барахтались, и он каким-то образом умудрился мне крутануть мушку на автомате. Автомат видел? На автомате мушку не видел на конце слова? Специальный ключик есть, его крутят, регулируют. Есть в автомате в конце пенал называется. Чтобы сбить прицел. прицел сбить, да. И он мне крутанул, оказывается. Потом мне после сказали, пацаны сказали. И когда мы там баловались, туда-сюда, шапка отпущена, завязана, все, и он мне эту мушку крутанул. Начали стрелять, это мы же на стрельбище это у нас все. Начали стрелять, я выбил молоко. Знаешь, молоко называют в армии? Вокруг. Замначальник школы Паломарчук был капитан. Матиев говорит, это что такое? Ты что говорит? Я говорю, я не знаю. Я говорю, не знаю. Я автомат не трогал, я говорю, ничего, все нормально. Он взял у меня автомат, стрельнул, тоже в молоко, и он опять прострелял. Прострелял и дал мне, но не всегда я мог выбить тридцать очей. Двадцать девять выбивал, двадцать восемь, тридцать выбивал. Вот я тридцать выбил, и мне отпуск дали. Инспекторскую я на отлично сдал, стрельбище на отлично сдал, брусь на отлично, турник на отлично. и мне через шесть месяцев я приехал в Вадикавказ домой в отпуск с Рюпинска. А город был плохой у Рюпинска, песчаный был. Вот баню нас неделю раз водят, баню, особенно летом, строевой жить идешь. Что в бане был, что не был, все в пыли. Урюпинск называется, Малаградская область, город Урюпинск. И вот я там пробыл в школе я десять с половиной месяцев был в школе. Специально школа была, полковая показательная школа была, поэтому нас долго держали, особенно шесть, восемь месяцев, а мы десять месяцев были. Ну, в школе у меня все хорошо было. Майор Петров начальник школы, когда я уходил со школы, оставайся в школе, кто хорошо учился, оставляли в школе сержантов, оставляли, обучать курсантов. Вот так. И возвращение домой у меня. Ну, вот, да, давайте вернемся к депортации, к тому времени, к смерти Сталина, и вообще, когда силисин гуши, вот, к самой депортации, кого винили, винили ли они кого? Когда мы... Была ли надежда на то, что вернутся, оставляли ли они эту надежду, или все-таки вилили ее, на что-то надеялись, говорили об этом, когда нас депортировали в Казахстан, ну, я большой был, все, мужики разговаривают, все понимал, слушал их, говорили о депортации, говорили, ни за что выслали, что мы сделали, мы же ничего не сделали, на войну кто уходил, и в армии много было, отец мой лично был на войне, и вот до нашей выселки его домой вернули, отца. Где он в Краснодаре был, с самого начала, в Краснодаре был, а потом после этого был, после Краснодара, не помню, Мариуполь, или что, на Украину у нас, говорит, бросили, называл он, я помню, Мариуполь называли, в каком году он был призван и в каком он был демобилизован? Не помню? Как не помню, призван он был в 42-м году, в 42-м году, да, и потому что двоюродные наши братья тоже вместе, они ушли, вот, они не вернулись, отец часто говорил, назовите их имена. Хажмурат был, Матиев Хажмурат, не вернулся с войны, он тоже служил на Украине, жена его умерла вот лет 5-6 тому назад, сын умер, недавно умер, года 2-3 умер, как сын, дочь сейчас живая, на Альчике живет, дочь, Хажмурата дочь, он был в 44-м году, он был майором, командиром полка, это рассказывала его жена, сын и дочка, они были у него на Украине, война началась, первый же день Киев начали бомбить, он их посадил в поезд, не знаю я, с пересадкой или как, на Владикавказ, чтобы они приехали домой, в Киеве, да, в Киеве проходил он службу, в Киеве проходил службу, и он их первый же день, мы начали, когда бомбить Киев, первый же день он их посадил на поезд, жену, дочь и сына, и проводил, вот жена рассказывала, и сын, и Майя, сейчас живая, вот, рассказывали, снаряд ударил, состав обрезал, они остались в голове, где поезд, в голове остались, что отрезало, сзади остались, в общем, они как по ходу, как поезд тащил их, в вагоны, так они и уехали, потому что по им снаряд не попал, сзади обрезало, получается, они спаслись, спаслись, а те отрезанные вагоны обрезались, ну, те отрезанные вагоны, конечно, неизвестно, что, и с того же дня больше об нем тоже ничего нет, вот он их посадил, поезд тронулся, поезд тронулся, только немножко отъехал, и снаряд ударил, снаряд ударил, и вот она говорила, что обрезал вагон, поезд обрезала, состав обрезала, и они очутились в том составе, в котором в голове, и они так и уехали, и вернулись домой, вот она рассказывала все время, сколько они искали, сколько это, больше о нем ничего, он был командиром полка, был майором, Хаджи Мурад Матеев, Габартьевич, другой брат? Другой брат был Мажит, другой брат был Мажит, тоже Габартьевич? Габартьевич, он вернулся домой, во время нашей выселки, месяца за 3-4, он вернулся домой, это двои роды и братья нашел? Да, 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 вот он в Троицком умер лет 5-6 тому назад, он 2004 года, нет, нет, 2000, я говорю, 1904 года был, в Троицком он умер, многие не вернулись, из нашей фамилии, из нашей матиевской фамилии, 9 человек на войну уходили, близкие наши родственники, наши матиевские, близкие наши родственники, наши фамилии, 9 человек ушли на войну и вернулись, отец мой вернулся, Мажит вернулся, и Мухарбек вернулся, он тоже лет 5 тому назад умер, полная группа у него ордена были, он Грозненский, он после войны Грозненский, он переехал в Троицком жил, вот сыновья его живут в Троицком, тоже, вот они трое только вернулись, из 9 человек, нашей матиевской, с войны, даже, там недалеко от Киева, недалеко от Киева, вот мой сын рассказывал, он был там, Матиевка есть, село Матиевка. А что здесь село, почему такое название? Вот честь, он там, я спрашивался, честь его назвали, честь его назвали. Он, когда мы жили в Владикавказе, корца слышала? В корца на доске он висел, отхажмурат все время. в корца, вот, до 92-го года депортации, он висел там. Он был майором, командиром части был. и есть такое название, матиевка, есть название село на Украине. В какой области, в районе, не знаю? Я не знаю, в каком месте, ну, недалеко от Киева, вот, сын говорил, недалеко от Киева. В том районе, где служил, да, получается? Да, 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 где он служил, в том районе. Это же, неправда, говорили, что мы враги народа, что мы не служили в армии. Ингуши много служили в армии. А чем это причина, на ваш взгляд, депортации? Наша причина депортации, сто процентов, это Сталину осетины жаловались, жить нам не дают, убивают нас. Лично наша ингушская депортация, из-за осетин наша депортация была. А так, освободить территорию, отдать осетинам. Отдали же все осетинам. Грозный отдали дагестанцам, Дагестану отдали. Немцев по Волжи переслали немцев тоже. Их земли жить отдали. До сих пор земли не вернули немцам, тоже не вернули. Так же, как и нам. Единственное, восстановили Грозный, Чеченную ингушетию. А место пригородного района три района дали правительство Шелковской, Натеречный, Наувский. Три района. Я-то большой был, я же все знаю. Ингуши сказали, мы жить туда не поедем. Я не знаю, вы слышали, нет? Взрослый рассказывает, может, слышали. Ингуши заявили, что мы жить туда не поедем. Зачем нам ехать куда-то на Урский район, на Теречный, Шелковской, верните нам пригородный район. И в Москву ездили жаловаться. Ничего не было. Сталин, как отдал осетинам, Берий, Сталин. Слово сказать боялись в депортации ингуши и чеченцы. Два человека встретятся, посмотрят в сторону. Третьего нету, смотрят, боятся, чтобы третий не слышал. Домой поедем, вернемся домой на родину. Боялись. Говорили, как усатый умрет, так поедем между собой. А если третий там есть, не говорили. Боялись. Вот так мы бы строгие. А как вы узнали, что можно будет вернуться домой? Как вы возвращались там? В 1955 году зимой месяце большой клуб был в нашем селении. Большой клуб был. В этом клубе сказали ингушам, и чеченцам, всем балкарцам, карачайцам прийти в этот клуб. Это был 55-й год. Чеченцев не было, чеченцы уже уехали оттуда. Не было. Кто живой остался, уехали. Ингуши, балкарцы, карачайцы, немцы пошли в этот клуб. И я пошел, все пошли. Пошли мы в этот клуб. представитель был. С Москвы, наверное, был, или с города был, не знаю, представитель был, русский, орденоносец, ордена висят так, поздоровался, поговорил, как живете, как устроились, на кого жалуетесь, кто будет жаловаться, расспрашивал. Вот он сказал, я вам хочу объявить хорошую весть. Вы обрадуетесь. Сегодняшнего дня ингуши, чеченцы, балкарцы, карачайцы, немцы, кто был депортированный, можете по Советскому Союзу ехать куда угодно. По Советскому Союзу. Только не на родину. Жить, проведывать, поехать можете, жить на родину не разрешено. всем нациям, которых я назвал, всем нациям можете ехать, проведывать, где вы проживали, но жить не можете ехать на родину. Закона нет еще такого. Но люди обрадовались ехать. И с того времени начали ездить, проведывать. На Кавказ, сюда, ингуши, чеченцы, балкарцы. Я не ездил. Дядя мой ездил, папин брат ездил. И что он рассказывал? Приехал, где мы рассказывали. Наше село, живут осетины. В общем, везде живут осетины. В пригородном районе полностью заселен осетинами. Нас выслали, а с гор этих кударцев всех прислали. А сколько, примерно, в процентном соотношении вот тех все пригородного района, которые ингуши считают ингушскими землями, сколько осетин было и сколько ингуши жило? Или представители других националов? Сейчас. Нет, тогда. До депортации, до депортации. До депортации осетин-то не было в пригородном районе. А вообще никого? Никого не было, только в городе были. В городе были. Эти южанцы, они жили там, в горах жили. Не было городские осетины, фактически, городские осетины. Вот в 92-м году тоже редко кто из них на ингушей напал. А остальные это все кударцы, которые в 44-м году нас выслали, а их прислали на наши земли кударцы. Кударцы, южная осетина. И гамсахурди, слышали такого, когда до нашей 92-го года гамсахурди их? Грузин. Да, война там была. Они убежали оттуда, южанцы, большинство из Владикавказа переехали жить. Вот когда у нас в 92-м году война была, много жить было и южанцев в Владикавказе проживали. В пригородном районе ни один южанец не жил. До 44-м года, которые выслали, те жили, а после которых гамсахурди выгнал оттуда их, эти не зашли, потому что верхушка ингушей была в 92-м году. ингушей жить. Председатель сельского совета ингуш, в обкоме ингуши, в райсполкоме ингуши были, учителя ингуши, в магазинах ингуши, все пригородный район вот-вот возвращался ингуша. Вот-вот. Председатель совет министров Хетагуров, председатель правительства Хетагуров, Галазов был первым секретарем, тогда же президентов не было в 92-м году. Галазов был первым секретарем, а Хетагуров был председателем правительства. Председатель правительства Хетагуров и председатель райисполкома приехали в наше село Терек, Южный Терек, Чернореченский, мы жили вот так вот, где сейчас водоохранная зона. И нам в сельсовете сделали совещание и сказал Хетагуров, мы обсудили этот вопрос, с Москвой поговорили, мы хотим пригородный район, отдать вам, сделать автономии Ингушетии в составе Северной Осетии. Это Хетагуров председатель правительства заявил, пригородный район в составе Осетии вам объявить автономию Ингушетии. А мы говорим, зачем нам автономия, пригородный район наш, отдайте нам, пригородный район. Нет, говорим, такого мы не можем сделать, вернуть вам пригородный район. А в составе Северной Осетии автономию мы сделаем, говорит, ингушетскую автономию. Это было принципиально для ингушей, чтобы именно передали ингушам эту территорию, вернули, вернули? Ну, они не возвращают территорию, не возвращают, автономию ингушетскую делают на этой земле, вот вы живете, живите, автономия ингушетская будет в составе Северной Осетии. Тогда Чечен-Ингушетия была, не Чечен-Ингушетия, а в составе Северной Осетии, говорит. Это представитель правительства заявил нам так, вот я живой человек, это его слова, он живой и сейчас в Москве живет. Пригородный район, сделаем вам автономию в составе Северной Осетии, говорит. Ну, ингуши тут начали выступать, зачем нам в составе Северной Осетии, пригородный район был ингушеский, отдайте нам пригородный район. Так они не вернули, и вот с того времени пошло стычка, 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 они сначала на БТРе задавили 16-летнюю девушку, задавили в корца, потом начали ингушей ловить, убивать, бензин везли на бензоводе два парня, шофер, и с ним Пугоев и Хаутеев убили в южном милиции, там догнала их, и там же расстреляли их. Одного из них забрали, нашли вархонке, нашли тело без головы. И тут вот так пошло, митинг пошел, и вот так. Митинги сделали. Они же первые начали митинговать, осетины начали первые митинговать. Ельцин приехал, когда Владикавказ, я сам присутствовал. Ельцин сказал, братья осетины, трудолюбивый народ, руку вот так поднят, и говорит, я стоял внизу, смотрел так на него. это был в 92-м году до нашей депортации. До событий, да? До событий, да. До событий, да. Ельцин же приезжал, Владикавказ приехал сначала, там он сутки побыл, они его хорошо обогрели, обслужили как надо, и при пьяном виде приехал на зрань. Может, рассказывали, слышал это, он уже пьяный был, когда на зране был на митинге на сходе. Там сказал, братья осетины, я вас в обиду не дам. Тут приехал, сказал, братья ингуши, я вас в обиду не дам. И вот так и уехал домой. И пригородный район до сих пор у осетинов. Вот так мы вернулись из Казахстана в 57-м году. Куда возвращались? Возвращались, вернулись в свои дома, но нас не пустили. Был в селении Терк, осетины назвали его Терк, а наши ингуши когда жили, там длинная долина была. До выселки. Ингушское название Длинная долина. Терк, Чернореченская, Южного жить не было тогда. Терк, Длинная долина и Чернореченская это Атарь Омар. Длинная долина была. Длинная долина. А осетины переименовали в Терк его. И когда мы приехали, в 57-м году мы приехали домой, ингуши не пускали уже домой. Запретили, остановили. Мы вещи все погрузить в контейнеры, на станцию отвезли, на станции наши вещи три месяца стояли, на станции контейнеры загружить. Дом продали мы уже казахам, большой дом продали, и мы живем на птичьих правах, не вещей у нас нет, родственники, знакомые дали нам. это было в 57-м году. Это сразу после решения? Да, отсюда приехали начальники из Чечня, ингуши, приехали запретить ингушам возвратиться. В северной Осетии возвращаются, грозно возвращаются, дерутся, убивают друг друга. Это все осетины опять через Москву решили. и нам запретить ингушам чеченцам выезд запретить до особого распоряжения. И вот мы ждем, все продали, ждем. Родственники дали постель, тряпки дали, все хорошие вещи отвезли погрузить в контейнеры. И тогда что, у нас нахабалкарка была, а начальник железной дороги был балкарец, их родственник. Мой старший брат мой, зять их поговорил с ним, с начальником железной дороги. От Кокчетава до Караганды он был начальником железной дороги, хозяином он был. От Кокчетава до Караганды, Кокчетавовская область слыхала Целинограду. Вот он поговорил с ним и они решили, как балкар балкарцам разрушали. Только чеченцам ингушам нет. Грозные и пригородные возвращаться запрещали. Как балкарцы, что мы балкарцы. сделали нам документы, справки. Тогда паспортов не было. Не было паспортов туда. Ни у кого. Дали нам справки, что мы балкарцы. Как будто в Нальчик едем. Мы приехали в Нальчик на пассажирском поезде. Нальчики летом в июне месяце, в июне, в середине июня. приехали в Нальчик тепло, хорошо, абрикосы, вишня, черешня, все это кушают уже все. Ну, отец пошел там купил все нам покушать. Прибыли в Нальчик. Тот же день тогда были мягкие автобусы, низенькие икарусы были. Не такие, как сейчас икарусы, маленькие. На икарусе мы приехали в Владикавказ тот же день. Площадь Штыба в Владикавказе где-то ЦУМ через Терек может была когда-нибудь? Была. Вот на площади Штыба мы прибыли, там жили наши знакомые эти кумыки, кумыки жили от наших хороших знакомых кумыки жили. Рядом с этой площади с Чуканом отец с матери пошли к ним, а мы подождали пока на площади. Потом возвратился, отец забрал нас, там старший брат поехали в Болту. Болта слышал? В Болту поехали, там дядя наш жил, он в 56 ноябре 7-го уехал оттуда. В 56-м году кто ехал, им давали товарные вагоны, товарные вагоны, скот можешь брать, все можешь брать. Они загрузились и две семьи уехали в 56-м году в ноябре месяце. Они жили в Болте. Почему? Потому что в Тереке, в Глиндолин не пускали, там были инвалиды после войны без руки, без ноги, престарелых, дом престарелых был, где мы жили, и осетины жили. Наши матиевские дома подряд 5-6 домов подряд наши матиевские дома, у нас дом был каменный. В 22-м году отец нанял греков и армян и из камня сделанный был дом. И так у людей. Наши матиевские дома были все заняты. Тицкиевы и матиевские дома были заняты инвалидами. Жили инвалиды. Кто на войне ногу потерял, руку потерял, семью потерял, вот такие инвалиды жили. вся власть в их руках была. у осетинов. Нас не пустили. Сразу милиция приезжает, арестовывает. И дядя наш жил в Балте. И там в Балте тоже наши матиевские дома. Русский проживал. Он уезжал на Сахалин. Жена, сын, дочь уезжали в Сахалин и они в аренду нам сдали этот дом на три года. Три тысячи мы заплатили и в аренду взяли в Балте дом и поселились туда. Мы жили в Балте три года, а Длин-Долин нас проведать только пускали. Ингуши жили так, осетины, кто дал комнатушку, кто не дал, вот так, насильным путем ингуши, насильным путем так, жили. Но нам не дали ничего, потому что деваться некуда было, мы бы аренду сняли на три года. И тогда организовали совхоз. Терк, Чернореченская, организовали совхоз. Совхоз этот сделали, отделение там сделали совхоз. Падовошной совхоз был в городе, где Суворовское училище помнишь, где раньше Суворовское училище было? Нет, вот последнее время представительство депортированных там было, 92-го года. Руслана ушел, учился в этом училище, потом его сделали офицерское училище. Это где завод Азате на выезде Владикавказа, где вечный огонь осетинский. А вот в Балте мы поселились на три года и начали организовывать совхоз. Директор совхоза был плодовошной совхоз, где завод Азате, там он рядом был. Был осетин Торчинов фамилия, Заурбек Урузмагович. Такой хороший человек был. Он в Караганде был директором совхоза тоже в Карагандинской области. Ингушей знал очень хорошо. А как он сюда попал? Ну, когда мы там жили, осетины приезжали туда на работу. Временно приезжали, работали. Вот он, этот Торчинов, каким образом он попал туда, я не знаю, в Карагандинской области был директором совхоза. У него работали много ингушей. И он знал ингушей. Он коренной житель Гизеля был. Гизеля. Гизель слыхала за Владикавказом. И он организовал отделение там, чтобы ингушам была работа. Брат старший Хасан на ДТ-54 новый трактор ему дали. гусеничный. А мне белорус знали. Тогда белорусы были без кабины. Открытые. В 58-м году это было. В 58-м мы в 57-м году вернулись, а в 58-м году это совхоз отделение сделали. И вот я на Беларусь. Я сначала работала у него прицепщиком на тракторе у брата. Прицепщиком я был. Прицепщик знаешь, что такое? на прицепе там. На плуге, да. Плуга, да. Работала я у него прицепщиком так с полгода, наверное. Это было летом картошка уже, цвела картошка, окучивали картошку уже. Вот такая картошка была. И мы техуход делали трактору гусеничному. А управляющим был осетин Бритаев Дадо. Хороший был человек тоже. Коренной житель Орженикидзе тогда же назывался он, Владикавказ. Тогда что Орженикидзе называли его. Его потом переименовали. Он был управляющим. И вот на Беларуси был осетин парень. Молодой парень был осетин. Взрослый парень самогонку осетинскую пьет он пьяный и режет картошку. Картошку наповал. Режет. А мы техуход делали трактору. Масло меняли туда-сюда брата гусенич. Он подошел Дадо. Хасан говорит старшему брату. Здесь Толбц нах. Ваш тыкс сагвардзи нах. Стык хан сагвоза в Казахстане один ца. Хасан что говорит брат Хусена я хочу на беларусь посадить. Он говорит а брат говорит зачем ему беларусь он со мной работает на пресепции зачем ему беларусь не надо ему беларусь там человек работает пусть работает Хасан брат говорит но он не хочет чтобы сняли осетин этого до договорит управлять Хасан говорит ты домой спать идешь ночью а Хусен ночью огороды пашет говорит ничего говорит это все если Хусен не сядет я все равно другого человека привезу и посажу и здесь найду или посажу на беларусь но этого пьяницу сегодняшнего дня он не будет работать больше на беларусь я на его счет эту картошку отнесу что он порезал картошку отнесу так ну он не хотел на конфликт пойти с управляющим управляющим хороший был ну как хочешь давай культиватор ему окучивать вот он пьяный режет картошку давай Хасан отрегулируем ему окучники чтобы они точно посередине картошку чтобы не резать посередине чтобы стояли ключи взяли они садись на трактор мне говорит я на беларуси тоже ездил умел уже и садись на первую скорость я поставил потихонечку я пошел они где картошку режет стоп я останавливаюсь поднимаю окучник гидравлический они регулируют передвигают гайки открушь передвигают окучник отрегулировали я проехал ни одну куст не порезал картошки назад приехал не порезал ни один куст и вот он говорит Бритаев Дадо говорит Хусен сегодняшний день на этом тракторе тракторист ты а этого осетина парня как даст он пинком ему чтобы я тебя не видел здесь если ты еще раз появишься я посажу тебя в тюрьму и он убежал я до 59 года 13 октября я ушел в армию я работал на этом Беларуси картошку окучивал сажал картошку копал и был на хорошем счету и мне директор совхоза брату старшему говорит этот Торчинов Хусена в армию нельзя отпускать картошка не выкопана в совхозе много картошки нельзя отпускать в армию надо его удержать а военкомат и все большие начальники питались от этого совхоза там и клубника там и черешня там и смородина и малина и яблоки груши плодовощной совхоз как на выезде Владикавказа он был где вот это училище рядом ну Хасан говорит ну как хочешь говорит ты директор тебе виднее давайте я с военкоматом с военкомом поговорю говорит а военком был русский был полковник Ермолаев в военном билете написано даже я с ним переговорюсь и пойдете туда военкомат и военный билет получите отец и мать отец и брат не против чтобы я в армию пошел мать истерики выходит не пущу в армию не пущу цедра чеха хитя ирануса чтобы не расписываться и чтобы армию в армию начали брать ингушей в казахстане в 55 году начали брать уже в армию а до 55 года не брали в армию после выселки после депортации ну отец я и старший брат поехали на Владикавказ поехали совхозная машина нас отвезла я зашел к военкому доложил ему что я прибыл я у Торченова работаю трактористом на Беларуси вот так и так он говорит мне военком говорит да Торченов крепко за тебя стоит говорит чтоб ты не пошел в армию что ты там что на тебе этот совхоз держится что ли да нет я в отделении копаю картошку я говорю а ты хочешь в армии мне говорит да я говорю в армии всем надо служить я говорю надо было если надо я пойду в армию говорю он мне говорит полковник Хусен говорит я тебе военный билет выдам я всегда тут сидеть не буду наше офицерское дело такое сегодня тут завтра куда-нибудь перебросит меня тебя все равно в армию заберут а я говорю а зачем мне тогда это нужно я пойду в армию я говорю и вот так я пошел в армию вышел я военкома и отец с братом говорят ну что я говорю в армию пойду он говорит что если его не будет меня заберут в армию все равно потом я говорю зачем я уже буду большой уже в годах что за армия ну как хочешь отец говорит давай домой приехали матери говорю в армию на третий день мне повестку прислали и я пошел в армию а так нас жить теперь длинную долину не запустили до 61 года до 61 этих инвалидов я уже в армии был этих инвалидов переселили в город эти дома освободились и тогда мы с болты директор совхоза нам сделал документы помог и мы построили нас против своего дома дом построили деревянный дом построили какие дома были так наскорую руку построили и дома нам не мотивские не отдали ни одному государство перешли как не добивались куда не писали в Москву не вернули и ушах в пригородном районе никому дома не вернули жить редко кто выкупил а также пригородном районе замаживать не вернули да нет ничего не выделяли ничего не выделяли даже жить не разрешали там строить не разрешали езжать им на зрань до 59 года никого не прописывали прописки не было до 59 года не разрешали жить в пригородном районе спроси любого любой ингуш тебе скажет который взрослый не разрешали нам дома не вернули и по сегодняшний день не вернули и дома в ингушетии вот живут ни в дачном ни в куртате корца тогда не было корца после построили южный после построили ни в Тарском ни в Донгароне ни в Тюрьмине ингушам дома не вернули это здесь в ингушетии которые жили осетины когда начали драться тогда они убежали побросали дома и убежали в ингушетии которые жили осетины а в пригородном районе кто жил ни одному дом не вернули ну редко кто там договорился редко кто может 7-10 может быть в всем пригородном районе может купили дома в осетину выкупили а так они им запрещали продавать нам дома все запрещали вот это это тоже cych дачу başб если ПОДПИСЫВАЕТСЯ КОНЕЦ Да, паравлельно, в том числе. Русские люди, которые сами сделали, я даже не знал, как мы хотели платить деньги. Нет, ни денег нет. Сами мы не платили такую, что мы хотели платить за 1,5? Мухаммад, 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 Мухаммад. Мухаммад, Мухаммад, Мухаммад. Мухаммад, Мухаммад. Мухаммад, Мухаммад. Мухаммад, Мухаммад. Мухаммад. Мухаммад, Мухаммад. Мухаммад, Мухаммад. Мухаммад, Мухаммад. Многие остались там. После этого собирали трупы. Мухаммад. Мухаммад, Мухаммад. 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 были 32 миллиона отдал тогда деньги дешевые были и прожил я там до 2004 года в Степцовской 2004 году я продал этот домик и переехал в Карабулак жил в вагончиках пять лет в Карабулаке средний сын сейчас там живет сейчас правда дом построили а то жил до прошлого года жил в вагончике после 2009 году 2009 году я переехал на зрань сюда центр КАМАЗ сын построил дом чрезвычайку получил построил мне дом и вот я живу сейчас в центр КАМАЗе семья тоже младший сын со мной живет старший сын здесь на зране живет второй сын на Карабулаке дочка тоже на зране вот так живем своими силами построили этот дом от государства что я получил компенсацию 601 тысячу получил я компенсацию за 122 квадратных метров так как я отказное не писал у меня все документы на восстановление мне заставляли писать отказное со стороны осетии со стороны из москвы представители мы три брата оттуда депортированы ни один отказной не написали мы и мне за 122 квадрата дали 601 тысячу и сказали если хочешь бери эти деньги не хочешь вообще не получишь отрезали квадраты замеры переделали все все замеры представительства северной осетии и вот я получил за 122 квадрата 601 тысячу я получил 2000 2000 в шестом году получил первый этап и двухтысячный восьмом году второй этап не прямо разбили разбили когда я получил первый транш у меня было на восстановление я поехал в терк на старое место проживания обратился главе администрации косаеву по сегодняшний день он работает от косаев булат показал документ ему что у меня на восстановление я буду фундамент залаживать категорически не запретили фундамент строить милиции приехала человек не помню восемь или десять было милиции вооружены до зубов сказали ни одной лопатой копать не будешь не копнешь ни одной лопатой и насильно заставили уехать стирка уже когда я после первой транше когда я поехал после первой компенсации и запретили не дали строить и по сегодняшний день не дают строить и жить не дают признали водоохранной зоной терк чернореченская ни один ингуш не проживает по сегодняшний день в восьми населенных пунктов вместе с воде кавказом восьмой населенный пункт воде кавказ если так проведать если не поехали ни один ингуш не проживает восьми населенных пунктах я могу их перечислить октябрьская джайрахи мебельный комбинат фирма козбек южная чернореченская терк попов хутор владикавказ ни один ингуш не проживает не разрешает жить вот такие права у нас на сегодняшний день при зязикове при евкулеве ни один ингуш не заселился ни одна семья не заселилась при ушли что заселились вот эти люди заселились на сегодняшний день не никто не хлова не ходатайствует никто и не за эти места и не борется простой народ ингушский ничего не может сделать все это находится под влиянием осетин мне кажется против осетин ничего с не полом не пропустит на сегодняшний день пригородный район пригородный район находится в руках осети самые где проживали ингуши ни одно место не отдали ну получается что причинами всех этих сегодняшних наших проблем основных проблем является все таки депортация вы вообще у себя в доме со своими внуками и сыновьями подрастающих поколений в основном говорите на эту тему рассказываете о том что видели о том что пережили в казахстане депортации все я сыновьям своим три сына у меня и дочка всем я это все рассказывал неоднократно несколько раз как нас переселили в казахстан как депортировали на каких правах мы ехали в казахстан в телячьем вагоне со всех сторон дуло ветер дул холодно было одна буржуйка же бедные женщины как тяжело они переносили в этом вагоне не сесть об этом нужно сохранять об этом нужно говорить чтобы подрастающее поколение чтобы знали нас не за что признали врагами народа и выслали а потом сказали вы не враги вы хорошие люди возвращайтесь домой вернулись домой пригородный район не отдали вот наши права на сегодня как не говорить мы на молодежи об этом каждый человек должен знать как его родители жили как переживали что потерпели закон о реабилитации репрессированных народов слышал я но он не исполняется не работает закон чтобы ингушский народ реабилитировали и признали реабилитированным это но должен сделать москва наше руководство путин должен конкретно должны решить наш вопрос о реабилитации возвратить нам пригородный район вернуться свои дома даже хоть бы дома не вернулись бы лишь бы пригородный район возвратили наше руководство москве путин должен решить это совместно со своими всеми этими чиновниками нас не признаны северная осетия нас не признала вы горд живете на квартирах у нас хочет выгоним вас хочет его хочет что хотим то и сделаем так и сделали как хотели так и сделали за день день весь пригородный район очистили от ингуши и сейчас которые вернулись ингуши дачные корца тарской они живут на птичьих правах никто не работает никому нет дела до этого не осетии руководству не москве не ингуши эти руководства никому нету дела кто как живет сегодня видно это все так ну в принципе мы закончили с вами интервью я просто задам вам обязательно несколько вопросов вы просто отвечайте на них коротко назовите пожалуйста свое имя фамилию имя и отчество я матьев хусен хусенович 38 года рождения месторождение северная тогда было это ингушетия село длинная долина на выезде владикавказа на сегодняшний день переименовали осетин его называет терк фамилия имя и отчество вашего отца матьев хусен гонежевич 1900 года рождения писался место рождения длинная долина у отца никаких фамилий других не было и у меня не было и у него не мать 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 и гороко его пятимат шоу халавна год рождения 910 года из барсуков месторождение барсуки